На самом деле уже все запомнить в лечении рака почки очень сложно, наверное, уже начинаешь путаться. А с другой стороны, может быть, где-то становится опять на сегодняшний день в чем-то и проще. И понятно, что вторая линия это уже проблема, и выбор очень богат. Порой бывает трудно сегодня определиться, а что же все-таки этому пациенту в данной ситуации назначить, чтобы получить эффект. Я думаю, что есть несколько таких пунктов, которые на сегодня необходимо оценивать у каждого конкретного пациента, и чтобы выбор наш был из этого обилия препаратов более-менее адекватный. Первый пункт – это то, что мы до сего дня всегда говорили о том, что нужно постараться провести как можно больше линий терапии. Тогда общая выживаемость этого пациента будет лучше благодаря нашему длительному лечению. Сложно, на мой взгляд, сказать, благодаря чему, но, скорее всего, на мой взгляд, это благодаря тому, что изначально более благоприятный пациент просто способен выдержать все наши лечебные опции. Поэтому более современный подход, когда мы говорим о том, что мы должны подобрать для пациента максимально эффективную первую линию, он, на мой взгляд, на сегодня набирает обороты и является таким приоритетным. И мне кажется, здесь несколько больше логики. И именно поэтому мне все-таки кажется, что нельзя отказываться от комбинаций, которые мы видим в первой линии уже во всех практически стандартах. Другое дело, что, конечно, нужно стратифицировать пациентов для различных комбинаций в первой линии в зависимости от токсичности, эффективности и, естественно, от исходного статуса этого пациента. И именно поэтому комбинации в первой линии на сегодняшний день заняли уже свое прочное место очень быстро, как только вышли результаты этих исследований. И если посмотреть, то на этот слайд понятно, что абсолютное большинство пациентов первую линию получат. И вот чем более она эффективна, тем больше пациентов получат максимально хорошее лечение, эффективное для них. Тот анализ, который еще раз приведен, видно, что только половина из этих пациентов получат в дальнейшем вторую линию терапии. Поэтому вот этот вот акцент все-таки на первой линии, он чрезвычайно важен. И тем не менее, практически половина будет иметь возможность получить и вторую линию лечения, она тоже должна быть эффективна. И, наверное, у этой категории еще пациентов очень важный момент, что должна быть все-таки менее токсичной или с токсичностью, которую мы в какой-то мере хорошо знаем. Ну и до третьей линии, вы видите, доходит только порядка 20% пациентов, которые по своему статусу способны ее получить. Если посмотреть на стандарты, то для второй линии на сегодняшний день на самом деле стало все очень просто. И все зависит от первой линии. То есть, опять же, все определила первая линия. Если пациент получал ингибиторотирозимкинас, у него понятно, что выбор все-таки в сторону иммунологических препаратов. Если он получил иммуно-онкологические препараты, в частности, хорошо известную комбинацию, то, понятно, в стандарте мы выбираем препарат с другим механизмом действия, что, естественно, в нашем понимании подразумевает лучший эффект. Так это или не так, пока, наверное, это однозначного ответа нет. Но, тем не менее, мы видим, что во второй линии для тех пациентов, которые получают в первой линии комбинацию иммуно-онкологических препаратов, выбор будет у нас достаточно простой. Мы должны будем выбрать среди любых ингибиторов тирозимкинас. Но их тоже мы знаем, что на сегодняшний день не так мало. И на сегодня как минимум 4 препарата активно используют в нашей повседневной практике. И опять же на сегодня уже понятно, что основная арена действия будет разворачиваться между двумя основными. Это окситениб и кабазантениб, которые продемонстрировали свою эффективность. И продемонстрировали большую эффективность, чем препараты сунитениб и позапониб, как, ну, так скажем, препараты более старые и с меньшим сродством и экрецептором, и с меньшей забирательностью, может быть, действием, в связи с чем из связанных несколько худшая эффективность. Ну вот, естественно, ретроспективный обзор, где скомбинировали 4 основных ингибитора тирозимкинас. И вот на правом графике хорошо видно, что современные ингибиторы, они обладают по уровню вероятности развития общей выживаемости значительным преимуществом, достоверным преимуществом по сравнению с препаратами более ранними, которые мы уже привыкли достаточно активно пользоваться. Некорректная таблица, которую мы часто достаточно видим. Эти цифры, конечно же, нельзя впрямую сравнивать, но, тем не менее, те самые тенденции отражаются и здесь, что все-таки современные ингибиторы тирозимкинас, оксетиниб и казамбазантиниб демонстрируют сходные результаты приблизительно, и именно они на сегодняшний день среди ингибиторов тирозимкинас являются основными в нашей практике. Если говорить о второй линии, то у оксетиниба есть такое, ну не то что преимущество, а есть позитивный нюанс в дизайне исследования, что его сравнивали также с ингибитором тирозимкинас, а не с ингибитором энтор. То есть все-таки, когда мы выбираем среди этих препаратов, понятно, что если мы основываемся на результатах исследования подобного же сравнения, то преимущество одного ингибитора тирозимкинаса, но другого для нас может быть определенным преимуществом, и при этом это демонстрирует то, что последовательное назначение в том числе ингибиторов тирозимкинаса тоже может быть в том числе эффективным. Понятно, что современные ингибиторы тирозимкинаса обладают, ну по сути они усовершенствованы, обладают уже предполагаемой большей эффективностью за счет своей химической формулы, и за счет более высокого сродства к рецепторам, и во-вторых, за счет в том числе избирательности действия, что отражается в большей клинической эффективности. Если говорить о препарате Акситениб, то хорошо известно исследование Аксис, в котором включались пациенты после первой линии терапии, в основном это были пациенты, получающие Сунитениб, также бивоцезумаб с интерфероном, ну и терстеролимус и цитокины. Но основная группа была получающая Сунитениб, и в том числе была интересна группа цитокинов, о которой тоже будет несколько слов. Пациенты рандомизировались на две группы, получающиеся Акситениб и Сарафениб, и первичной и конечной точкой была выживаемость без прогрессирования. И мы видим, что в абсолютном большинстве последних исследований именно это выбрано как первичная точка, на которую мы в основном и на сегодняшний день ориентируемся. Первичная точка в этой исследовании была достигнута. Мы видим достоверные различия безрецидивной выживаемости у группы пациентов, получающих Акситениб, как в общей группе, так и медианной общей выживаемости во второй линии терапии на 43% была выше именно в группе Акситениба. Так и у пациентов, получающих, которые предварительно приучали цитокины, мы видим, что кривые здесь разошлись значительно больше. И понятно, что для тех пациентов, которые в нашей реальной действительности, в нашей практике до сегодня сохраняются, мы имеем больных из регионов, получающих до сих пор цитокины. И для этих пациентов назначение Акситениба является высокооправданным в связи с таким выраженным достоверным преимуществом безрецидивной выживаемости. У пациентов после ингибиторов тирозинки нас более раннего поколения, мы видим, также были зафиксированы различия, но, тем не менее, они менее выражены, но, тем не менее, они все-таки достоверны, и поэтому у этих пациентов мы тоже можем выбирать Акситениб в плане терапии второй линии, в частности, после проведения первой линии с Акситенибом. Конечно, результаты лечения этих пациентов и по уровню общей выживаемости зависели от той группы прогнозов, в которую пациент входил. И пациенты с благоприятным прогнозом имели медиан общей выживаемости выше, чем те пациенты, которые имели худший прогноз. И, опять же, это может быть для нас определенным стратификационным фактором, что пациенты с хорошим прогнозом и промежуточным прогнозом будут более предпочтительны именно для этого ингибитора тирозинки нас. он их покажет гораздо большую, то есть хорошую эффективность при его применении. Также у пациентов, которые получают... Та же самая тенденция сохраняется у пациентов, которые получали сунитениб в группе благоприятного прогноза, эффекты дальнейшего продолжения Акситениба были достоверно выше. Если заключить об эффективности, то есть те результаты, которые были получены в исследовании Аксис, то Акситениб – это единственный препарат, который во второй линии лечения продемонстрировал значительное преимущество по безрецидивной выживаемости у пациентов с метастатическим почечноклеточным рэком в сравнении с другими ингибиторами в рецепторах. Акситениб продемонстрировал достоверно более высокую медиану безрецидивной выживаемости в группах пациентов, получавших в первой линии цитокины, так и сунитениб. Если для цитокинов – это 12 месяцев, то для сунитениба – практически 5 месяцев. Акситениб продемонстрировал более высокую частоту общих ответов по сравнению с сарафинибом – 19,4 и 9,4%. Акситениб продемонстрировал более высокую эффективность у пациентов с низкой опухолевой нагрузкой, с благоприятным и промежуточным прогнозом отсутствием метастаза в печени, кости и длительно предшествующей терапии. Таким образом, наверное, во второй линии после мы отдадим предпочтение этому препарату у пациентов, получающих в первой линии иммуно-онкологические препараты, пациентов, которые входят в группу хорошего и промежуточного прогноза. И, наверное, это будет таким тоже важным очень фактором пациентов, которые получали в первой линии цитокины. И здесь мы будем ожидать хорошую эффективность этого препарата у данной категории пациентов. Спасибо за внимание.